Здравствуйте, с вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Удивительные истории». Бабулечка, ну зачем нам столько? Девочки на речку побежали, а мне в огороде сиди. Сонечка, ну ты же уже взрослая, понимаешь, что у девочек семьи другие, большие, а мы с тобой одни. Кто нам поможет? Соня вздыхала и принималась дергать траву в огурцах. Она прекрасно знала, что успеет и накупаться, и нагуляться, но очень хотела сделать это чуть пораньше. Грядка закончилась, и бабуля разогнулась. Ну вот и все, теперь беги уже, только долго не гуляй, поужинать приходи. Хорошо, бабуль, спасибо, бабуль. Старушка рассмеялась. Беги уже, ягоза, вон Машка пятый раз уже через забор заглядывает. Соня подхватила юбку и бегом через кусты смородины кинулась в сторону речки. Римма Егоровна только головой ей вслед покачала. И откуда в маленьком человечке столько энергии? Она направилась к дому. Римма. Старушка остановилась. Через забор в огород заглядывала соседка. — Здравствуй, Степановна. Случилось что? — Случилось, Римма. Ты иди сюда, расскажу. Римма Егоровна почувствовала, как в груди громко забухало сердце. Соседка была серьезной. А это на нее не похоже было. Подошла, остановилась. — Ну говори, уж не томи. В городе я была с утра. Ну, ездила купить кое-что. Так на рынке Катьку твою встретила. Веселая, с какой-то компанией. Так вот, привет тебе передавала, да поговорила со мной. Римма Егоровна и руки опустила. — Господи, вернулась, значит. И что ей только надо от нас? А говорила она, что государство теперь деньги хорошие за детей платит. Она бы родила. Довозиться совсем не хочет. А Сонька, мол, уже большая. Сама себе и приготовить может. Да и сидеть с ней не надо. А Катька вроде как мать. Вот и собирается она приехать. Соньку забрать. — Как забрать? — Вот так. — Я на нее заругалась, говорю. И не стыдно тебе, Катька, говорить такое. Свекровь ребенка, как родного приняла. Ты столько всего в жизни наворотила, что и до смерти не разгрести. А она только рассмеялась в ответ. Отвечает, что она рождена для любви и счастья. А разгребают пусть другие. Римма почувствовала, как по щекам потекли слезы. — Что же мне делать, Семеновна? Что делать-то? Она ж все-таки мать моей Сонечки. Захочет, заберет, а я сделать ничего не смогу. — Ты вот что, Егоровна. Ты и денег предложи. Понятно, что это ненадолго, но хоть время выиграете. Они, когда уходили, все говорили о том, что неплохо бы на море съездить. А Катька-то громче всех хахала, как хочет отдохнуть. Заморилась, зараза такая. — Так откуда ж у меня деньги-то, Семеновна? Ты же знаешь, какая у меня пенсия. Год, считай, собирала, чтобы Сонечку в школу одеть, а будь. И что же теперь? Все отдать этой окаянной. — Ну, смотри сама. Только если Сонечку она заберет, так тебе и собирать в школу некого будет. — Если что, приходи. Одолжу, сколько смогу. Римма Егоровна направилась к дому, даже забыв поблагодарить соседку. Так расстроилась, что даже давление подскочило. В голове стучали молоточки. Не отдам, не отдам, не отдам. Но женщина прекрасно понимала, что ничего она сделать не сможет. По закону, Соня была дочкой Кати, а она, Римма Егоровна, по сути, никем и не являлась. Правда, все в округе думали, что женщина родная бабушка Сони. Сын Риммы Егоровны женился на Кате десять лет назад. Если честно, Римме сразу не понравилась невестка. Какая-то неприспособленная, ничего делать не может, а может быть просто не хочет. Есть такие люди-потребители. Вот Катька была именно такой. Но, как говорится, не Римме с ней нужно жить было. Поэтому женщина улыбалась и радовалась. Катя была не местная. В город она приехала из какого-то другого города. Одно не нравилось Римме, и об этом она говорила сыну постоянно, их ежедневные посиделки. Ромка смеялся. — Мам, ну какие глупости. Это ж всего пиво. Ну, посидели на улице перед сном, да и все. Все равно в деревне заняться нечем совершенно. Катя скучает, а так хоть какое-то развлечение. — Что же это за женщина такая, что для нее дел никаких нет, а кровать не заправлена с утра до вечера? — Мам, ну такие мелочи. Подумаешь, кровать не заправлена, ерунда. Римма Егоровна вздыхала. — Ой, не приведет это Катя ее сына к добру. Вот чувствует она сердцем, что не приведет. Так оно все и вышло. Катя почти не приезжала к ней. А вот Рома иногда появлялся. Замученный, одет в старые вещи. Как-то Римма спросила у него. — Сынок, а что жена тебе совсем ничего не покупает? Эти брюки еще я покупала тебе лет пять назад. — Ой, мам, да мне не надо ничего. Она же не виновата, что у меня заработков никаких. Римма Егоровна так и села. — Это у тебя-то никаких. Да у тебя зарплата, как моих пять пенсий. — Мам, это в деревне деньги, а в городе мало. — Может быть, твоей жене просто аппетиты свои придержать нужно? Тогда разговора не получилось. Сын выглядел еще хуже. Римма Егоровна несколько раз говорила, что неплохо бы ему сходить к врачу. А потом родилась Сонечка. Почти сразу Катя с превеликим удовольствием привезла девочку бабушки. Роман тоже был больше у нее, чем дома с женой. Потом, когда Сонечке было полтора года, выяснилось, что у Ромы онкология. Запущена настолько, что врачи только руками развели. Ромка в Соне души не чаял. Часто сидел с ней и повторял. — Как же ты без меня будешь со своей непутевой мамкой? А перед самой смертью, буквально за день он признался матери, что Сонечка не его дочь. Нагуляла ее Катька с его лучшим другом. Там вообще такая история странная. Друг у него был. Правда, когда Степану было 16, уехал он из этой деревни куда-то в большой город. Но дружили парни крепко. Сначала переписывались, потом созванивались. Раз в два-три года Степан приезжал к Ромке. А потом, как женился Ромка, долго его не было. Видимо, Степан хотел сделать Роману сюрприз. Приехал, не сообщая. И как-то сразу познакомился с Катей. В тот же день она у него в постели оказалась. И три дня Степан не сообщал другу, что он уже тут. Потом, ранним утром, пока Катя спала, позвонил. Ромка был на взводе. Катька и раньше могла пропасть на ночь, но тут уже три. Наплевал на все и помчал к другу. Думал, что хоть там отвлечется. Приехал. А из спальни жена выходит. Но другу в морду. Тот не понял, в чем дело. Ответил. А когда разобрались, Ромка уже сказал. Не друг ты мне больше. И видеть тебя не хочу. Римма Егоровна только в дом вошла. Как у дома машина остановилась. Выглянула. Так и есть. Такси. А из машины Катька вышла. Осмотрелась и двинулась к дому. – Здравствуйте, Римма Егоровна. А я за Соней. Старенькая вы совсем. Тяжело с ней. – Знаю я, зачем тебе Соня. Не отдам. Катя рассмеялась. – Значит, настучала уже Семеновна. Ну и хорошо. Как вопрос-то решать будем? Я аж так просто не уеду. Ну а Соньку забрать мне? Расплюнуть. Римма смотрела на эту красивую женщину и очень жалела, что нет в ней силы былой. Она бы вмиг ей шкуру попортила. Разговор был тяжелый. Отдала Римма все деньги, которые так долго собирала. Плакала. Понимала, что не на что теперь внучку в школу собирать. А все одно отдала. В школу собраться помогла Семеновна. И денег в долг дала. И кое-что даже сама купила. В доме перестали появляться конфеты. На обед чаще всего была картошечка, которую они с Соней вырастили. А тут, как назло, еще и Римма Егоровна слегла. Где-то застыла. И теперь днями надсадно кашляла. Идею продавать то, что закатали, подала все та же Семеновна. Рим, ну зачем вам столько? У вас еще прошлогоднее стоит, а девчонки сапожки нужны. Ой, да нет же сил во мне нисколько. А ты лежи. А я Соньку с собой брать буду. Я уже сейчас часто у дороги яблоки да груши продаю. Вот и присмотрю. Помогу. Как не хотела Римма отпускать внучку, но понимала. Иначе им не прожить. В первый же день Соня продала все. Семеновна похвалила ее. Молодец. Видела я, как ты считаешь. И не скажешь, что в первый класс только ходишь. Беги домой. Завтра утром снова пойдем. Я думаю, тачку надо взять. А то тяжело нам с тобой. На следующее утро они уже привезли побольше. Было воскресенье. Машин еще мало. Соня чуть не задремала, как возле нее остановилась очень красивая машина. Она таких никогда не видела. Из-за руля вышел молодой мужчина и подошел к ним. Он приближался, а Соня не могла понять, что в нем не так. И мужчина как-то странно на нее смотрел. Потом он перевел взгляд на Семеновну. — Здравствуйте, Семеновна. Она долго смотрела на него, потом воскликнула. — Степан, не как ты. — Я вот приехал в деревню родную навестить. Говорил, а сам все на Соню смотрел. И тут Семеновна осеклась. Посмотрела на Соню, на Степана. Как похоже-то. — А это ваша внучка? — Нет, Ромкина эта девочка. — Ромки? — Степан оживился. — А сам-то он в деревне. — Умер Ромка пять лет назад. — Как? — А вот так. Степан еще постоял. Потом повернулся и пошел в машину. Вскоре вернулся. — Как тебя зовут? — Соня. — Девочка смотрела на него внимательными глазами. — Сонь, а давай я все у тебя куплю, и мы поедем в гости к твоей бабушке. — Давайте. Она улыбнулась, а на щеках появились такие же ямочки, как у Степана. Он замер. Потом решительно протянул девочке деньги. Семеновна вздохнула. — Что это теперь будет-то? Когда Римма Егоровна поняла, кто к ней приехал, схватилась за сердце. — Сонечка, девочка моя, сходи погуляй. Нам с дядей поговорить нужно. Соня послушно вышла на улицу, кинув настороженный взгляд на Степана. Как только девочка вышла, Римма Егоровна тяжело опустилась на колени. — Степан, прошу тебя, не разлучай ты нас. Мужчина кинулся к ней, поднял ее с колен. — Римма Егоровна, да вы что? Почему я должен вас разлучать? Я вообще ничего не понимаю. — Как не понимаешь? А ты разве не за дочкой приехал? Он почесал лоб. — Так, Римма Егоровна, давайте-ка сядем и вы мне все-все-все расскажете. К вечеру деревня находилась в шоке. Все уже знали, что Степка приехал. Тот самый, который когда-то по молодости сбежал отсюда. Говорили, что больно богатый он, но вот почему-то поселился в доме у Риммы. Хотя… Они же с Ромкой друзья были, чего тут удивляться. Но было странным, что в тот же день он отправил Римму Егоровну в больницу. Оказалось, что воспаление легких у нее, а сам остался на няньках. Часов в пять Степан и Соня приехали в сельский магазин. Продавщица сразу заулыбалась. — Чего желаете? Он пожал плечами. — А что дети любят, то и давайте. Сонечка, выбирай. Девочка попросила 300 грамм конфет. Степан вздохнул. — Так, давайте нам торт, конфет разных, йогуртов, колбасы вареной. Он смотрел по прилавкам и просто перечислял все, что ему попадалось на глаза. Через три дня Соня подошла к нему, присела рядом на диван. — Дядя Степан. — Да, Сонечка. — Скажите, а правда, что вы мой папа? Степан растерялся. — Ну, правда? — А мой папа? Он что, мне не папа? — Почему? Он тоже твой папа. Он же тебя любил, и ты его любила. Девочка прижалась к нему. — А так бывает, чтобы два папы? — Бывает. В жизни еще и не то бывает. — А что же теперь будет? Девчонки в школе говорят, что вы меня заберете, а бабуля с тоски умрет. Степан скрипнул зубами. — Да уж он успел позабыть, как в деревне все происходит. Знает все то, что даже он сам не знает. — Нет, Сонечка, все будет по-другому. Я пока не знаю как, но все будет хорошо. В тот день, когда они привезли из больницы Римму Егоровну, Семеновна хлопотала, накрывая праздничный стол. У дома остановилась машина. Римма выглянула. — Господи, опять она. У меня же нет денег больше откупаться. Степан выглянул на улицу и сразу все понял. — Вы тут накрывайте пока, я скоро. Женщины напряженно ждали. С улицы доносились обрывки разговора. Говорил в основном Степан. — Тебя лишат родительских прав. Я уже сделал тест. Еще и в суд на тебя подадим за вымогательство. Они видели, как Катя почти бегом вернулась в машину и с размаха тряснула дверцей, а Степан вернулся в дом. Они сели за стол. Он молчал какое-то время, потом заговорил. — Как вы понимаете, остаться здесь я не могу, потому что моя работа и мой дом там. Оставить здесь Соню я тоже не могу. Римма сжалась, как от боли. А Степан продолжил. — Ну и разлучить Римму Егоровну с Соней я тоже не могу. Остается одно. — Римма Егоровна, вы едете с нами. У меня большой дом. Есть даже участок вокруг. Ну, не такой большой, конечно, но все же. Я понимаю, что вам очень тяжело со всем этим расстаться, но Ромка был моим другом. Я его невольно обидел, а так я вам обеспечу очень приличную жизнь. Римма долго перебирала пальцами скатерть, потом сказала. — Зачем мне это все без Сонечки? Я поеду, Степан. Соня с визгом кинулась бабушке на шею, а Степан облегченно выдохнул. Только Семеновна вытерла непрошенные слезы. Жалко всех было, и себя в том числе. Теперь она без подруги остается. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. Одно простое действие, но для меня это очень важно. Всего вам доброго!